Добрый день, мои уважаемые зрители. Такая новость сейчас. В Азербайджане судят ливанского наемника, который воевал на стороне Армении. Статья под названием «Армяне предложили ливанскому наемнику крупную сумму». Подробности из зала суда. На фотографии наемник, переводчик видно. Он рассказал, как он воевал против Азербайджана. И сколько получал за свою, как сказать, военную карьеру. Для участия в боевых действиях против Азербайджана гражданину Ливана Викену Абрахаму предложили где-то от 2 тысяч до 2,5 тысяч долларов. Где-то в среднем, наверное, где-то около 2,5. Об этом сообщил о своих показаниях к следствию сожительницы Назарян. Видео, которое было предоставлено на сегодняшнем судебном заседании над ливанским боевиком в Баку. Обвиняемый воевал за деньги против азербайджанцев в Карабахе. Тут он описывает историю, как они приехали из Бейрута в Армению, и потом их поселили в отеле в Шуше. И он договорился с посредником о зарплате где-то от 2 тысяч до 2,5 тысяч долларов. Ну и потом у них какие-то проблемы. Она уехала в Ливан. А сам этот самый, как сказать, как его зовут-то, фамилия, имя, отчество-то, Викену Абрахаму пришлось повоевать. После начала боевых действий Викен ушел воевать. Потом вернулся через 3-4 дня. Сказал, что азербайджанцы очень сильны, и все наемники убиты, а ему удалось сбежать. Потом мы приехали в Лачин. А 10 ноября мы услышали, что война закончилась. Когда мы пришли забирать свои вещи из отеля в Шуше, нас задержали азербайджанские военные. Это произошло после того, как увидели фотографии в телефоне Викена, сказала Назарян. В общем, почти всех поубивали. Наемников вот один остался, ливанский наемник, и сейчас его всудят в Азербайджане. Ну, такие новости. Кочарян и Путин провели телефонный разговор, сообщает спутник Армении. У них уже был разговор в начале апреля, а теперь вот 8 июня. Президент России Владимир Путин и экс-президент Армении Роберт Кочарян вновь пообщались по телефону. Эту информацию спутник Армения сообщил источник в Москве. Спутник Армении запросил по этому поводу информацию в офисе Роберта Кочаряна. Руководитель офиса Виктор Сагамонян подтвердил нам, действительно, был продолжительный телефонный разговор. Собеседники обсудили ряд вопросов частной ситуации в регионе и армяно-российские отношения. Что-то часто не созванивается. Это уже третья по счету телефонная беседа между Путиным и Кочаряном. Такое мнение, что Кочарян сейчас будет следующим премьером, министром в Армении. Он победит Пашиняна, потому что Путин его поддерживает. Они считаются друзья с дальних времен. Хорошее отношение у них. И если Путин за него, то он может помочь подделать эти выборы. У Путина есть возможность. Там эти айтишники сильные, наверное, там взломают все, и Кочарян выиграет эти выборы. Потому что уже три телефонных звонка, это уже что-то они уже там, ребята, договариваются о чем-то уже. Ну а Пашиняна заявил, мы живем в раю, но Бог отвернулся от нас. Пашиняна объяснил поражение Армении в войне. Ну вот, Пашиняна, мне кажется, ты пролетаешь. С этими выборами. Кочарян тебе подпилит стул. И райская жизнь твоя закончится, и Бог отвернется от тебя. Ио, исполняющий обязанности, премьер-министра Никол Пашинян на встрече с избирателем общины. Арагацавян. Говори о возможности причинах в войне с Азербайджаном. Назвал причины так, почему они проиграли. Для нас самый большой, тяжелый вопрос, почему такая неудача постигла нас в 2020 году. Потому что азербайджанская армия была вооружение в 10 раз лучшее, численность состава лучшая, современные все, байрактары, все новейшие модификации, вооружение, а вас российский металл, поэтому вы проиграли. И у вас дезертиры, почти все бежали. Не хотели никто воевать, умирать там, Карабахи. Азербайджанцы воевали и не боялись умереть. Так, что он тут пишет? На это могут самые разные причины. Военные, политические, геополитические, экономические. Сегодня у меня промелькнула мысль, пусть не покажется вам необычным, я поделюсь с вами. Думаю, что Бог отвернулся от нас, как говорится в 12-м псалме, сказал Пашинян. Ну да, это точно уже. Он процитировал отрывок псалма. «Доколе, Господи, будешь добывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо твое от меня?» Что-то он подался уже, псалмы стал уже читать. Более того, Пашинян сообщил с собравшим новость. «Мы живем в раю». Эта идея, по его словам, у него возникает тогда, когда у него появляется повод посетить различные регионы страны. Однако до сих пор люди не были в состоянии насладиться этим раем. Мы живем в райском саду Эдеми, большая часть которой не обработана. В общем, Пашинян, может, и живет в раю, потому что он за это время, конечно, уже миллионером стал, может, миллиардером. А, конечно, простые армяне не в раю, потому что у них выживает кризис, экономика в полной трубе. А Пашинян, конечно, там наворовал себе уже. Ну и его уволят сейчас. Ну и что у него там? Улетит в Америку и все. Где-нибудь там в Калифорнии дом купит и все. В Армении ему шансов нет здесь остаться. Его просто посадят в тюрьму или расстреляют. Потому что очень много он тут для армян за эти полгода тут насовершал. Тут его врагом считают уже. Дальше поехали. Во Франции мужчина влепил пощечину Макрону. Во, новость. Вот, вот, бах, получи. Пашист гранату. Президент фракции Франции Мнель Макарон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства и департамент после посещения лицея. В результате инцидента задержаны два человека. На видео... А вон он идет, вон идет, идет. Он говорит, пах тебе по морде, получи. Так, мужчина, да, подходит, берет одного мужчину за руку, она тут удерживает ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрону по лицу. После этого в ситуации вмешивается охрана. Президента Франции уводят. А бородатому мужчине в медицинской маске его скручивают. Бах, получи. Макрон, да, азербайджанец был там. Азербайджанец отомстил. Потому что Макрон что-то слишком явно армян поддерживает. Наверное, сказал, вот сейчас я тебе за всех азербайджанцев влеплю по щечину. Ну и последняя новость для россиян. Это в России прививку от COVID несли календарь обязательных ежегодных прививок. Это очень, не знаю, хорошая или плохая новость для россиян. Но это, я не знаю, это... Что-то, мне кажется, россияне не очень будут довольны, что им ежегодно придется делать прививки от COVID. Сейчас почитаю. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 июня приняли в первом чтении законопроект о включении прививки от COVID-19 в план национального календаря прививок. Это в план включили. Интересно, как это можно было от COVID в план включить. В законе предлагается уточнить, что национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против гепатита, B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полимелита, столбняка, гриппа и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ну, ё-моё, и эту приписали сюда уже. Такие изменения позволят осуществлять закупку препаратов против новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета. Так что, россияне, готовьте свои плечи. Вам будет колоть принудительно. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.